Двери Люберецкого краеведческого музея всегда открыты для самых маленьких посетителей, а в День защиты детей для них организовали специальные выставки и мастер-класс. Просто так в музей сегодня не войти. Возле входа шум, гам, конкурсы и песни. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. В честь Дня защиты детей заслуженный артист Московской области Александр Чайка решил выставить в краеведческом музее личную коллекцию моделей автобусов и трамваев, которую собирал 14 лет. Сам же сегодня и экскурсовод. Это вот модели автобусов «Один сражает трем», повторение в точности наших автопрома СССР, ну, российского, нашего государства, все автобусы, которые нам тогда помогали, так сказать, жить, существовать, передвигаться. В детстве не было таких красивых моделей, если были, наверное, я бы сошел с ума от радости. Ольга Засыпкина с детства обожает рукоделие. Раньше шила одежду для кукол, вышивала, вязала игрушки. Спустя годы научилась их делать из подручных материалов. Например, сейчас делятся секретом, как смастерить зайца из салфетки и резинки. Мастер-классы для детей разных школ, детских лагерей, детских художественных школ. Специально приходят к нам на такие мероприятия, на праздники. Для них подготовлена огромная программа, она очень интересная, очень насыщенная. В Люберецком краеведческом музее для детей открыты четыре экспозиции с историей детских, дворянских, крестьянских и советских игрушек. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.